В самом начале этой серии, каждый из вас сможет проверить свои знания касаемо места катастрофы. Взгляните на кадры из ролика о трагедии Подошой, вышедшего год назад на канале Лента.Ру. Его авторы потрудились над графикой, но подготовка материала была проведена небрежно, так как допущено несколько явных ошибок. Мне удалось найти 4, а сколько насчитаете вы? Незадолго до трагедии, утечка произошла примерно в 22 часа 30 минут по московскому времени 4 июня 1989 года. А теперь разберемся, что же не так в этих кадрах. Сильная утечка действительно могла начаться примерно в 22.30 по московскому времени, но на сутки раньше, не 4 июня, а 3. С датой катастрофы в разных источниках тоже постоянная путаница, то 3, то 4 июня. А происходит это потому, что небожители столицы имеют дурную привычку датировать по московскому времени события, произошедшие в других часовых поясах России. На этой карте нарисована Горьковская железная дорога, хотя катастрофа произошла на Куйбышевской. Оба участка являются обособленными ветками Транссибирской магистрали – Северной и Южной. Труба почему-то нарисована, стоящей на опорах над землей, хотя во всех известных мне источниках указывается, что она была закопана в землю. Наверное, так нарисовали для красоты картинки, ведь для сегодняшнего зрителя не столь важна достоверность, сколько зрелищность. Это даже не упрек, а констатация факта. Но все же если ты берешься делать познавательный ролик, а не развлекательный, то нужно больше уделять внимание достоверности его содержания, чем красивые внешние оболочки. В следующем эпизоде, расположение продукта провода нарисовано, что называется, от балды. Соответственно, и место утечки указано неправильно, и даже с неправильной стороны от железной дороги. Так как же шел трубопровод на самом деле, и пересекался ли он с Трансибом в месте катастрофы? Очередная загадка, о которой нет никаких документальных свидетельств, кроме одного единственного интервью, в котором рассказывается, что пересечение на 1710-м километре действительно было, но где именно, из интервью непонятно. Трест ЗАП Урал-Тисис обратился в отделение дороги с просьбой согласовать переход продукта провода Западная Сибирь-Урал-Поволжье через железную дорогу на 1710-м километре перегона Ултеля-Каша. Пока шла переписка, институт ГИПРО трубопровод выдал генподрядной организации проект на переход продукта проводом именно на этом месте. При выдаче условий одним из пунктов было предусмотреть устройство автоматической запорной арматуры, гарантирующей немедленное отключение продукта провода при аварийной ситуации. Однако, этот пункт в условии не выполнили. Попробуем продолжить линию трубопровода от предполагаемого места утечки до железной дороги и дальше. У меня получилось три варианта. Первый, и самый маловероятный, выглядит так. Маловероятен он потому, что эта просека с обеих сторон от железнодорожного полотна заканчивается оврагами, и не имеет продолжения на другой его стороне. Второй вариант кажется мне более вероятным, потому что заметно продолжение просеки после ЖД, но смущает кривизна линии прокладки. Зачем нужно было делать такой крюк, если можно было проложить по прямой? Странная загогулина получается. К тому же на другой стороне, трубу пришлось бы прокладывать либо по крутому спуску к речке, либо вдоль железнодорожного полотна, что само по себе явно небезопасно для дальнейшей эксплуатации. Третий вариант, и самый вероятный из всех, это прокладка по прямой, и хотя на современных спутниковых снимках просеки в этом месте нет, но она есть на кадрах 1989 года, поэтому я остановился именно на этом варианте. Если следовать этой линии дальше, то можно найти объяснение, зачем продуктопровод могли увести из общего коридора с нефтепроводами. Этот коридор идет по окраине деревни Улу-Теляк, и в этом месте, правило запрета на транспортировку газа ближе одного километра от населенных пунктов скорее всего соблюли изначально. Но все же непонятно, зачем его увели из этого коридора так рано, до железной дороги, а не после нее. Какой смысл был строить еще один подземный переход трубы через ЖД, на расстоянии в полтора километра от уже существующего перехода? И напоследок вернемся к ролику от Лента.РУ, показанному в самом начале. Там фигурирует цифра, которую я раньше нигде не встречал. Дело в том, что когда речь заходит о площади выгорания местности после взрыва, то называется площадь в 250 гектар. Но авторы ролика назвали другую цифру. Взрыв и возникший после него пожар уничтожил 151 гектар окрестного леса. Так какая же цифра правильная, 250 или 151? Как ни странно, но скорее всего обе. Я перепроверил по карте, и площадь выгоревшего леса действительно оказалась около 150 гектар, а общая площадь, включающая в себя луга и прочие безлесные участки, составляет около 250 гектар. На этом мы, пожалуй, закончим предварительный анализ места катастрофы, и в следующей серии постараемся восстановить события с 3 на 4 июня 1989 года. Субтитры создавал DimaTorzok